Когда проводят Алматы-марафон, город начинает дышать. Каждый год его люди ждут, и он вызывает, наверное, самые благоприятные эмоции. Сама атмосфера, которая представлена в этот день, она, конечно, совсем другая. Первый марафон, когда мы организовывали, мы, во-первых, его сделали буквально за один месяц, потому что идея пришла, и это уже было конец весны. И понятно, что летом марафон проводить было бы бессмысленно, потому что уже жаркая погода бы стояла, и мы понимали, что мировые марафоны проводятся либо весной, либо осенью. Он первый раз прошел 27 мая 2012 года. Как раз в то время начали набирать популярность международные марафоны. И мы подумали, почему бы не придумать для Алматы такой же марафон. И сразу пришла идея, что этот марафон должен быть благотворительным, и мы хотели помочь именно детям, у которых есть ограничения какие-то, чтобы они могли в комфортных условиях заниматься спортом. Первый марафон имел успех большой. Мы рассчитывали на 500 участников, на старт вышло более 2500 участников. И тогда мы, конечно же, осознали, что это мероприятие интересно людям, люди будут участвовать, и что это направление нужно развивать. Стали организовывать раз в год марафон, который будет именно направлен на благотворительные цели. То есть взносы участников, которые берутся в начале регистрации, мы направляли все деньги на благотворительные цели. Масштабы росли, и нужна была уже команда, которая смогла бы организовывать более большого характера мероприятия. И мы создали фонд, который занимается теперь не только марафоном основным, который проходит в конце апреля, но и другими мероприятиями. Это и забеги, и веломероприятия, и пауэрлифтинг, и фитнес-конвенция. То есть разного формата совершенно, но это формат, который направлен на развитие массового именно спорта. Привлечь как можно больше обычных людей, которые должны заниматься спортом, должны заниматься здоровым образом жизни. И поэтому мы с нашей командой каждый раз придумаем какие-то спортивные мероприятия. Я бы другие циталы подобрала, на самом-то деле, да? И вот эти вот штучки, я бы в виде листочков. На самом деле, что мне реально знают, что горы нужны здесь. На нашем счету уже огромное количество этих соревнований, мероприятий, которые мы проводим. В этом году мы провели шестой алматы-марафон. Ну, не говоря уже о каких-то мелких промежуточных забегах, если говорить о беговых мероприятиях. Вот. Если говорить о других, то, конечно, их, наверное, более 50-60 за все 7 лет, которые мы провели. Это наш офис. В нашем офисе порядка 17 человек. Это и менеджеры проектов, и администраторы офиса, и пиар-службы, и дизайнеры, которые каждый знает свою область деятельности, работает над своими вопросами и задачами. Первое, что начинается в подготовке мероприятия, это план работ, который мы составляем, и потом уже распределение зоны ответственности. Вот. Каждый делает свою задачу. Как раз-таки сейчас идет подготовка к женскому забегу, в котором побегут 300 участниц. Вот. И вот сейчас ребята как раз-таки занимаются подготовкой к этому мероприятию. Я как бы не из тех людей, которые там сижу, могу сидеть в кабинете и просто раздавать указания. Я зачастую со всеми ребятами, со своими коллегами мы все мероприятия проводим вместе, мы ночью можем выехать, смонтировать там трассу, все подготовительные работы, которые мы ведем, мы делаем все своими силами. Фонд, он не имеет, не подразумевает под собой коммерческую деятельность, поэтому, как всегда, мы в бюджетах, естественно, ограничены. Соответственно, чтобы не тратить лишние деньги, мы вот своими силами, если что-то нужно перенести, потаскать, смонтировать, то мы все это делаем вот своими ребятами. Я им активно в этом помогаю, то есть, ну, для меня это совершенно несложно. Во-первых, это, мне кажется, объединяет как командный дух все-таки, потому что мы делаем благое дело. Изюминкой, наверное, нашего фонда является, что мы вот такие дружные, сплоченные, потому что мы вот все проникаемся этой идеей, организацией мероприятия, что когда на старт выходят, неважно в каком мероприятии, это либо вело, либо беговое, либо там еще какого-то другого формата, когда мы увидим эмоции этих людей, атмосферу, конечно, нам это дает сил. Вот это нас и заряжает, что мы людям дарим вот эти эмоции. И когда ты видишь свою работу, что человек никогда не бегал или не занимался спортом, спустя там три года он уже бегает марафонный, полумарафонный, еще занимает места, конечно, мы реально понимаем, что это наш вклад, это вот наше детище, которое дает свои плоды. Это движение марафонское, оно и беговое, оно очень сильно растет. К нам очень много запросов приходит о том, чтобы провести марафон, выехать в регион, что очень радует, потому что мы не собираемся там конкурировать с другими организациями в части организаций мероприятий. Мы за то, чтобы большее количество компаний организовывали такие соревнования для любителей именно. Потому что сейчас тренд спортивный, он очень такой активный, и люди ждут вот этих соревнований. В любом человеке внутри где-то сидит вот эта вот соревновательная черта. Мы когда все наблюдаем за олимпийскими играми, за чемпионатами мира какими-то, мы все время примеряем на себя, что получилось бы у меня там выступать профессионала в том или ином спорте. И каждый хочет себя почувствовать этим профессионалом, поэтому мы и проводим эти мероприятия, потому что там, где участвуют любители, они соревнуются между собой. Они профессионалы среди любителей, поэтому они вот ждут этого. Так как мы опять-таки направлены на массовый спорт, мы стараемся охватить все слои населения для того, чтобы не только провести забег в 42 километра полной марафонской дистанции. Мы делаем и полумарафон, это 21 километр, и делаем мелкие дистанции, как 10 километров, и 2 километра для детей. Для чего это делать? Для того, чтобы понятно, что на большую дистанцию просто человек, как говорится, с дивана не может пробежать, ему нужна большая подготовка, тренировочный план. Но, в принципе, 10 километров – это не так сложно, за буквально месяц можно подготовиться к такой дистанции. Ну, при желании, если совсем уж тяжело, можно ее пройти пешком. Ну, и если говорить о возрасте, то возраст составляет от 10 лет до 14 лет, дети бегают в дистанции 2,3 километра. Но если говорить про другие дистанции, это от 15 и старше. У нас есть наш почетный посол Алматы-марафона, Марат Балтабаев. Он вообще сам ветеран-марафонец. Я знаю, что он бегает каждый наш марафон. И на каком-то из наших марафонов у него был 71 день рождения и 70-й марафон, который он пробежал. Очень активное движение мам с колясками на марафоне. То есть молодые мамы берут свои грудных детей. Понятно, что им еще рано участвовать в забеге в детском. Но они хотят быть причастными к этому празднику. Они берут, садят детей в коляске и бегут вместе с ними. Дети те же инвалиды, которым мы помогаем, они тоже участвуют в своих колясках. Есть специально оборудованный инвентарь, в которых они могут как в забеге участвовать. Поэтому наш праздник спортивный, он вызывает, наверное, каждый год его люди ждут. И он вызывает, наверное, самые такие благоприятные эмоции. Сама атмосфера, которая представлена в этот день, она, конечно, совсем другая. И даже есть такое, наверное, уже поверье, что когда проводят Алматы марафон, город начинает дышать. Когда мы останавливаем полгорода от транспортного движения, и люди просто бегут, конечно, ну это такое некое, как будто бы очищаем легкие города. Если мы говорим про Алматы марафон, то мы начинали с 2,5 тысяч участников, то в этом году на старт вышло более 13 тысяч участников. У нас даже был год, когда на старте мы насчитали порядка 18 тысяч людей. Я думаю, что это и участники, и болельщики, и волонтеры, и сотрудники, которые все это организовывали. То есть цифры растут, мы понимаем, что мы движемся в правильном направлении. Людям интересна идея именно благотворительности, потому что мы каждый год выбираем определенные цели. И, как я уже тоже сказала, эти цели напрямую связаны с детьми. То есть мы выбираем различные учреждения, где обучаются или живут дети с ограниченными возможностями. Ограничения могут быть разного характера. Это и слух, и зрение, и опорно-двигательный аппарат. То есть мы, как правило, вот эти учреждения, они остаются в стороне, и мало кто понимает. И мы подняли вот это вот движение помощи именно этим учреждениям для того, чтобы взращивать здоровую нацию. Так как миссия нашего фонда является содействие оздоровлению нации, как и, в принципе, программа президента нашего. Вот, соответственно, мы тоже в этом направлении двигаемся и стараемся, несмотря на их какие-то ограничения, создать им комфортные условия занятия спортом. Это и спортивные площадки, и покупка инвентаря, и футбольные поля. То есть много разных вещей мы уже сделали за 6 лет. В этом году у нас была самая глобальная вытворительная цель. То есть если мы раньше выбирали какое-то одно учреждение, то в этом году мы выбрали их 6. И вот буквально 2 месяца назад мы завершили все 6 целей. Вот, поэтому я думаю, что люди вот этим и живут. Что помимо того, что они просто получают эмоции от участия в самом мероприятии, так они еще понимают, что они несут какую-то добрую лепту в здоровье вот этих вот детей. Я думаю, что есть категория людей, которые только из-за этого бегут. Может быть не бегут, может быть идут пешком, но они участвуют ради того, чтобы помочь. Кто-то преследует 3 цели. Это помочь детям, это получить удовольствие, но еще доказать какие-то свои спортивные достижения. Самому себе или кому-то. То есть у каждого разные цели. И это очень радует, опять-таки, что каждый ищет свое и находит свое от участия в нашем мероприятии. Конечно, мы хотим увеличить количество мероприятий в год, которые мы проводим для массового спорта. Придумать еще какие-то новые форматы мероприятий спортивного характера. Ну и, конечно же, хочется войти в топ какую-то десятку, я не знаю, двадцатку марафонов мира, чтобы о нас узнало большинство земного шара, чтобы к нам люди приезжали из других стран. В принципе, тех людей, которые здесь, экспаты, живут, они активно участвуют. То есть для них это норма, потому что в их странах и городах, откуда они приехали, у них проводят практически каждый выходной. Обязательно забег, там, марафон и так далее. В нашем марафоне насчитывают более сорока стран мира, участников именно. Но, конечно, я как говорила, мы, так как мы все-таки за массовый спорт, и мы хотим именно население Казахстана оздоровить, да, и привлечь к занятиям бегом, здоровым образом жизни. Вот, у нас цель больше привлечь как можно больше казахстанцев, чтобы приезжали из регионов, чтобы в Алмате больше там участников было. Я люблю очень сильно Алмату, я здесь родилась, это мой родной город. То, что мы делаем здесь, именно здесь, Алматы-марафон, конечно, для меня это очень почетно. Я очень горжусь тем, что я работаю в фонде, и что мы привносим именно такой вклад в развитие города, потому что Алматы-марафон все-таки это тоже визитная карточка нашего города. Есть у нас несколько иностранных участников, которые не здесь живут и работают, а именно приезжают специально в Алматы-марафон. Вот, они, конечно, впервые, может быть, узнали об Алмате только благодаря марафону, потому что мы здесь его проводим. Поэтому хочется, чтобы все больше людей земного шара узнали о нашей стране, что есть такая развивающая страна, мы движемся в хорошем темпе, стараемся развивать. Поэтому и то, что мы причастны, в принципе, к этому, пусть только в спорте, тоже нас это радует, и для нас это очень гордо и почетно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова